Это утренняя информационная программа и я, Гульна Рожен-Догулова, доброе утро. И коротко о главных событиях к этому часу. Кибератака на Pfizer и BioNTech. Неизвестные хакеры похитили данные о новых вакцинах от коронавируса. Главное оружие – закон. Помогут ли новые законодательные поправки ликвидировать финансовые пирамиды? И реально ли остановить аферистов? Есть ли люди, сами отдают им деньги? Связано с покупкой, продажей и так далее. Их две – это страх и жадность. Кто сказал, что кризис? Казахстанцы раскупили практически все билеты на праздничные рейсы на Мальдивы. Обо всем по порядку прямо сейчас. Неизвестные хакеры похитили данные о вакцине от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Киберпреступники атаковали серверы Европейского агентства лекарственных средств, которое выясняет, насколько безопасны и эффективны эти прививки и можно ли одобрить их применение на всей территории ЕС. Сообщается, что хакеры получили доступ к технической документации на препарат. Пока не ясно, какую именно информацию могли получить взломщики и откуда они действовали. Отмечу, попытки взлома фармкомпаний и научных лабораторий заметно участились в период пандемии. Великобритания и ЕС отложили принятие решения по торговому соглашению по Brexit до 13 декабря. Это крайний срок. Британский премьер Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли договориться во время рабочего ужина в Брюсселе перед последним в этом году саммитом ЕС. Несмотря на откровенную дискуссию, между сторонами еще остаются очень большие разногласия. По информации агентства Reuters, собеседники договорились о продолжении двусторонних переговоров в ближайшие дни. Британский премьер настаивает, чтобы все возможные пути достижения сделки были тщательно изучены. Лондон и Брюссель договорились о том, что твердое решение о судьбе договора должно быть окончательно принято к воскресенью. Во Франции подсчитывают убытки от второго локдауна, который начался 30 ноября и длится до сих пор. Жесткие ограничения должны ослабить в середине декабря при достижении определенных показателей, но перспективы довольно туманны. Уже ясно, общее давление режима общей изоляции на экономику гораздо меньше, чем весной, но для некоторых сфер второй локдаун может оказаться губительным. Впервые за последнюю четверть века эта площадь в декабре пустует. Коммерческий район Ля-де-Фанс является традиционным местом проведения одной из самых больших рождественских ярмарок Франции. Ежегодно ее посещали около миллиона человек, но 2020-й изменил ситуацию. Из-за эпидемии в стране аннулировано около 80% рождественских ярмарок, а в некоторых регионах полностью запрещена уличная непродовольственная торговля. Казалось бы, что тут такого, но этот запрет влечет серьезные последствия для малого бизнеса. От производителей сувениров, одежды, игрушек, посуды до ювелиров, художников и декораторов. Сегодняшняя остановка выставочно-торговой деятельности, запрет на катание на лыжах на горных курортах и почти полная отмена рождественских ярмарок, прочие ограничения еще больше усугубляют ситуацию. Согласно данным Национальной Федерации рынков, один только декабрь для некоторых категорий предпринимателей дает от 30 до 100% годового оборота. Зима для уличной торговли сама по себе является мертвым сезоном, но для всех этих людей ярмарки – это единственная возможность работать в такой сезон. Только прямой ущерб сегодня оценивается в 250 миллионов евро. По мнению Французской Федерации рынков, негативный эффект будет мультипликативным и с отложенным стартом. Грубо говоря, если художник раньше нарисованные им картины мог продать на различных ярмарках, салонах, выставках, а таких мероприятий в год проводится больше тысячи, то в 2020 году возможности реализовать свои работы у него практически не было. Как и не было самых активных покупателей, иностранных туристов. И если после чрезвычайно тяжелого локдауна у индивидуальных предпринимателей еще оставались ресурсы и надежда на Рождество, то сейчас стало ясно – чуда не будет. Французский парламент сейчас ищет пути спасения этой сферы экономики. В качестве решения предлагается снижение налога на прибыль, государственные субсидии, либо льготные кредиты. Но по прогнозам экономистов, у торгово-выставочной деятельности Франции на восстановление может уйти весь следующий год. Алья Сыздыкова, Руслан Омиржан, Хабар 24, Париж, Франция. Солнце, море и песок. Около 10 тысяч казахстанцев собираются встретить Новый год в теплых краях. Именно такое количество путевок за рубеж приобрели наши соотечественники на предстоящие праздники. Камила Тастамбекова расскажет, появились ли новые направления для путешествий. К традиционным направлениям Турции, Эмиратам и Египту добавилось новое. Это Мальдивы. Сейчас расскажу подробнее. Казахстанцы раскупают праздничные рейсы на Мальдивы. Билетов, которые выпадают на Новый год, уже практически нет. Об этом сообщили в корпоративном фонде «Туристы Камкор». По словам его председателя Инны Рей, такой ажиотаж начался после того, как из Казахстана запустили прямые рейсы на Мальдивские острова. Отмечу, что стоимость билетов в эконом-классе в обе стороны достигает почти 300 тысяч тенге. В бизнес-классе превышает 1,5 миллиона тенге. Минимальные цены на путевки начинаются от 2-3 тысяч долларов. Туроператоры ответственно отнеслись к своим обязательствам. Среди них не произошло ни одного случая банкротства. Мы рады, что туризм отнесли к числу пострадавших от коронавируса отраслей. У нас стали появляться дешевые кредиты. Надеюсь, ими кто-то из туроператоров воспользуется. Делать прогнозы на 2021 год туроператоры пока опасаются. По их словам, ситуация меняется молниеносно. С августа казахстанцы приобрели больше 42 тысяч путевок за рубеж. Из них больше половины приходится на осень. Это почти в два раза превышает число путевок, распроданных в это же время в прошлом году. Самыми востребованные правлениями, как и прежде, остаются Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. Большая часть отдохнувших туристов покупала путевки еще до пандемии. Из-за эпидемиологической ситуации им не удалось вылететь за бронированные даты. Но получилось уже после того, как в мире начали смягчать карантинные меры. В фонде туристов Хамкор отмечает, что оставшаяся часть туристов перенесла свои поездки на следующий год. Чтобы они были спокойны, каждому присвоят туркод. Гарантия того, что путевка действительно существует и оператор несет за своего клиента ответственность. Во сколько в декабре может обойтись отдых внутри страны? Таким вопросом мы задались, когда обсуждали тему для нашей традиционной рубрики «Карта цен». Мы собрали минимальную стоимость путевок в популярных курортных зонах страны. Прайс рассчитан на сутки для двоих человек. Он включает в себя питание, в некоторых случаях лечебные процедуры. Чтобы отдохнуть один день в Бурабае, нужно иметь от 20 тысяч тенге. В курортной зоне Алматы от 22 тысяч тенге. Сутки в Сосновом Бару в Кустанайской области обойдутся от 18 тысяч тенге. Дороже всего ценник в Рахмановских ключах. Сутки в этом живописном месте обойдутся двоим от 38 тысяч тенге. В разы дешевле съездить в Сарагаш, Баянаул и Мерке Жамбылской области. 59 туристических направлений по миру остаются закрытыми из-за COVID-19. Однако, как сообщает Всемирная организация по туризму при ООН, почти 70% стран уже ослабили ограничения на поездки. Эксперты подчеркивают, что туризм постепенно возвращается в привычное русло. Всего в отчете Всемирной организации туризма обозначено 217 направлений для путешествий. Европа продолжает лидировать в смягчении ограничений на поездки, хотя горнолыжные курорты в регионе, кроме швейцарских, закрыты. За ней следуют Америка, Африка и Ближний Восток. В Азиатско-Тихоокеанском регионе по-прежнему действуют минимальные ослабления. И к другим темам. С грузоперевозчиков отозвали штрафы на 190 миллионов тенге. Транспортная прокуратура отменила свыше тысячи уведомлений об административных правонарушениях. Причиной такого решения стал технический сбой автоматизированной системы, которая выводит весовые параметры большегрузных машин. Первыми это заметили предприниматели Акмолинской, Жамбылской и Кокшетавской областей. Грузоперевозчики были не согласны с теми данными, которые выдает система. Указанный вес был больше того, чем они везли на самом деле. Поэтому они отправили жалобы в транспортную прокуратуру. После этого мобильная группа выехала по трем областям и выяснила, что устройство дало сбой. На данный момент работа автоматизированных систем приостановлена по всей стране. Сейчас уполномоченный орган проводит соответствующую проверку по всем этим средствам. Погрешность была установлена именно по трем регионам, которые мы выехали, проверили. Приостановили деятельность по всей стране. Потому что не исключается того, что подобные аналогичные факты могут быть допущены и в других регионах. И завершение официальный курс на сегодня. По данным Национального банка, доллар стоит 419 тенге 91 тиин. Евро 509 тенге 14 тиинов, а рубль 5 тенге 73 тиина. В Казахстане привлекать к ответственности будут не только организаторов финансовых пирамид, но и тех, кто рекламирует услуги мошенников. Соответствующие изменения в законодательстве сейчас прорабатываются членами рабочей группы. Впрочем, по мнению финансовых аналитиков и психологов, аферистов это вряд ли остановит. Не станет ли у них меньше и клиентов? Почему узнавали мои коллеги. Октюбе, февраль 2020 года. У филиалов ломбарда сотни обманутых клиентов. В надежде на быструю прибыль, горожане отдавали мошенникам деньги, закладывали квартиры, дома и автомобили. Только по официальным данным, аферисты обвели вокруг пальца около 3000 жителей региона. Точный ущерб не удается подсчитать до сих пор. В ходе расследования установлено, в совершении указанных преступлений установлено 50 подозреваемых лиц. Из них 33 лиц в настоящий время содержатся под стражей санкции суда. В отношении остальных лиц избраны разные мероприятия. То есть в отношении 5 лиц домашний арест, в отношении 19 лиц подписка о невыезде. Помимо этого, в отношении 6 подозреваемых, помимо этого 6 подозревающих заберут между розыграном. Октюбе, разумеется, не единственный город, где промышляли мошенники. Десятки филиалов, гарант 24 ломбард, выгодный займ и других крупных псевдокомпаний работали по всей стране. По официальным данным, от организаторов финансовых пирамид пострадали 17 тысяч казахстанцев. Общая сумма ущерба почти 20 миллиардов тенге. На деле цифры, скорее всего, намного больше. Это не сколько вопросов, что люди не знают юридические аспекты или финансовые аспекты. Просто у нас в стране есть часть людей, которые считают, что можно очень быстро... Ну, во-первых, которые очень любят халяву. То есть вот есть два чувства, которые эмоциональны, две эмоции очень сильные, которые влияют на инвестиционные решения, на любые решения, связанные с покупкой, продажей и так далее. Их две. Это страх и жадность. Причем двигают людьми эти два чувства уже последние 300 лет. Принято считать, что первая финансовая пирамида появилась во Франции еще в 18 веке. Психологи уверены, несмотря на весь технологический прогресс и какое-никакое повышение уровня финансовой грамотности населения, люди всегда будут попадаться на удочку мошенников. Психика так устроена природой, она старается максимально минимизировать затрату человеческих ресурсов. И вот эта вот система, она и на физическое тело распространяется, и на психоэмоциональное. То есть психика в погоне за тем, чтобы сминимизировать затрату человеческого ресурса, она всегда будет искать что-то более легкое. Положить конец финансовым пирамидам в Казахстане намерены за счет законодательных новелл. Для этого в республике создана специальная рабочая группа. Будет ужесточена ответственность как за организацию, за участие и за рекламирование финансовых пирамид. Еще одним направлением деятельности рабочей группы является системный мониторинг информационного пространства. Сколько времени потребуется на внесение изменений в закон, сказать точно пока не может никто. Однако ясно, любое промедление в этом вопросе только на руку аферистам, которые, к слову, без дела не сидят, придумывая все новые формы обмана и играя на человеческих слабостях. Андрей Деменок, Вероника Боярова, Хабар, 24. Обрезы, травматические пистолеты и боеприпасы. В Актау сотрудники отдела по борьбе с терроризмом задержали членов преступной группы. Не исключено, что оперативные действия силовиков спасли жизни людей. Все подробности сразу после программы «Между строк». Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами. По потенциалу ископаемое топливо, предлагая чистую и более доступную энергию из возобновляемого источника, говорится в материале. Европа готовится к пуску сразу нескольких крупных зеленых энергообъектов. Среди них ветряная электростанция в Северном море, в 22 километрах от побережья Нидерландов. Здесь к морскому дну на глубине от 14 до 40 метров прикреплены 94 турбины. Это крупнейшая морская ветряная станция в Нидерландах. Она обеспечит электроэнергией миллион голландских семей. А еще прибрежные предприятия, например, новый электролизный завод для производства экологически чистого водорода. Цель Евросоюза – заместить импортные углеводороды, создать новый промышленный потенциал и зеленые рабочие места. Ожидается, что через 30 лет более четверти европейской электроэнергии будет производиться в море. Сегодня этот показатель составляет лишь 2%, передает Евроньюз. Ветряные турбины становятся все крупнее для удовлетворения растущего спроса на экологически чистую энергию. Поэтому в секторе ветряной энергии очень много вакансий. Нужны операторы производства, специалисты по контролю качества, логисты, сотрудники техподдержки. Спрос на квалифицированных специалистов растет, особенно в прибрежных районах. Китай на фоне пандемии в других странах переживает экспортный бум, информирует Deutsche Welle. В ноябре экспорт из КНР вырос более чем на 21%. В то время как другие страны переживают рецессию из-за коронавируса, Китай в четвертом квартале ожидает экономический рост до 6%. Экспорт товаров из Китая в ноябре неожиданно резко увеличился. В годовом исчислении прирост составил 21,1%. В то же время объем импорта, вопреки прогнозам, увеличился в годовом исчислении лишь на 4,5%. Несколько меньше, чем в октябре, сообщила таможенная служба КНР. Эксперты отмечают, что общий прирост в сфере внешней торговли способствует более быстрому восстановлению китайской экономики, чем ожидалось. Поскольку ситуация с коронавирусом в Китае с лета находится фактически под контролем и регистрируются лишь единичные случаи заражений, экономическая жизнь в стране нормализовалась. Таким образом, Китай станет в этом году единственной крупной экономикой, в которой будет зафиксирован рост. Эксперты ожидают прироста ВВП на уровне 2%. За сбор лунных горных пород НАСА заплатит одной из компаний всего 1 доллар, гласит заголовок BBC. Журналист Джастин Харпер рассказывает о том, что США планируют начать миссию по сбору лунного грунта. Уже известно, что контракты на добычу выиграли 4 компании. Особое внимание всего мира привлекают суммы этих контрактов. Например, американская Lunar Outpost готова реализовать миссию всего за 1 доллар. Таким образом, она заключила самый низкий в истории контракт на сбор пород с поверхности спутника, говорится в материале. Lunar Outpost смогла предложить цену в 1 доллар, поскольку компания уже планировала сбор лунного грунта. Таким образом, реголит, который необходимо будет отдать НАСА, по сути, капля в море, объяснил директор программы подготовки коммерческих космических полетов Фил Макаллистер. Еще три компании — это японская iSpace в Токио, ее филиал в Люксембурге и американская Maston Space Systems. Кроме японской iSpace, которая намерена провести миссию в 2022 году, остальные планируют сделать это годом позже. Общая сумма контрактов между Национальным управлением по аэронавтике и четырьмя компаниями составляет всего 25 тысяч 1 доллар. В рамках миссии будет собрано небольшое количество поверхностного лунного грунта для НАСА и предоставлены изображения и данные о его местоположении. Отмечается, что право собственности на собранные образцы будет передано агентству НАСА. Ученые обнаружили новый минерал в вулканах России. Об открытии пишет испанское издание АБСЭ. В трещинах Камчатского вулкана, в лавовых потоках, исследователи нашли минерал Петровит. Минерал — это природное вещество, которое имеет определенный химический состав и, как правило, специфическую структуру. Это отличает его от горных пород, которые представляют собой амальгаму из нескольких минералов. Известно около 5300 минералов, при этом ежегодно обнаруживают от 50 до 80 новых видов, поясняет издание. Профессор Станислав Филатов, научный сотрудник Санкт-Петербургского университета, ответственный за открытие минерала, удивлен тем, что в кристаллах была обнаружена необычная связь между атомом меди и семью атомами кислорода. По мнению геологов, эту структуру можно было бы использовать в качестве катодного материала для разработки более совершенных аккумуляторов и батарей. Ученые считают, что для этого достаточно синтезировать в лаборатории материал со структурой петролита, но при этом обогащенный атомами меди. Вы смотрите утреннюю информационную программу и мы продолжаем. В Петропавловске на стройке погиб рабочий. Он сорвался с крыши во время сварочных работ. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. Причины трагедии выясняются. По факту гибели человека заведено уголовное дело. Троих детей спасли из горящего дома в Караганде. К счастью, никто из них не пострадал. Пожарные подоспели вовремя. Огонь потушили в течение часа. Причина возгорания, по словам огнеборцев, нарушение пожарной безопасности. В Ахтаву в ходе антитеррористических отработок полицейские задержали вооруженную преступную группу. В одном из автомобилей подозреваемых обнаружили три обреза, четыре травматических пистолета и боеприпасы к ним. Ведется следствие. Праконьеров задержали полицейские Алматинской области. Они охотились на джейранов. Злоумышленники пытались скрыться от стражей порядка. Однако уйти от погони им не удалось. В багажнике внедорожника вместе с тушей краснокнижного животного нашли две двухстволки. Назначен ряд экспертиз. Город Державенск, что в Акмолинской области, вошел в список предполагаемых кандидатов на изменение статуса. Ранее Сенат парламента утвердил в первом чтении поправки в соответствующий закон. Было принято решение, что Державенск, наряду еще с 13 городами, не соответствует своему статусу. Численность населения в них менее 10 тысяч человек. Местные жители не могут рассчитывать на господдержку, которая предусмотрена для именно сельских жителей. Есть и другие льготные программы, направленные на развитие поселков. Однако мнение жителей относительно возможного новшества расходится. Кто-то видит в этом только плюсы, а кто-то категорически против. Есть большая госпрограмма развития моногородов. Благодаря этой программе мы смогли благоустроить наш город, планомерно его развиваем. Есть свой бюджет. После смены статуса, боюсь, его развитие остановится. Мы ведь отдаленный район, села тоже далеко. Конечно, есть программа по развитию села, но дойдет ли эта поддержка потом до нас? Да, что касается статистики, я ничего не могу сказать. Но наш город соответствует своему статусу. Есть производство, динамика развития, есть проекты. Надеемся, что все-таки передумают и Державинс останется в статусе города. Мы в 2018-2019 годах писали прошения и депутаты, и горожане. С учетом, что отток населения на данный момент прекратился, а прирост есть, но незначительный, и я думаю, наш район сможет выжить. Сейчас малый и средний бизнес у нас развивается. Сейчас новые программы уже продвигаются. Это поощрять тех застройщиков, базовых хозяйств, которые будут строить для своих работников дома, особенно в сельских населенных пунктах, где будут субсидироваться. То есть энную сумму возвращаться в государство. В Актобене работает единственный в области фиброскан. Этот аппарат используется для обследования больных гепатитом. Без необходимой диагностики уже полгода остается больше 2000 человек. Сейчас люди вынуждены ездить для обследования в другие регионы республики. Отремонтировать оборудование в облздраве обещают в следующем году. Шесть лет назад у Айгуль Коженовой обнаружили вирусный гепатит Бейтс и рост печени. С тех пор ее жизнь разделилась на до и после. Раньше была любимая работа, сейчас жизнь на пособии, по инвалидности и постоянной походы в больницу. Местные медики говорят о необходимости пересадки органа. Но подходящего донора среди родных Айгуль нет. Поэтому 34-летняя женщина надеется, что помочь ей смогут в российской клинике. С помощью волонтеров она собирает деньги на лечение в Москве. Наши врачи и донор только все родственные. А родственные у меня все не подходят. Один брат, сестра болеет сама, брат тоже болеет. Еще один брат, вес не подходит. Сейчас на учете в Актюбинской области больше 2000 больных гепатитом. 1343 из них получают противовирусную терапию. Все пациенты гепатологического центра периодически должны проходить обследование с помощью фиброскана. Но этот аппарат, который позволяет определить степень заболевания печени, не работает уже полгода. Чтобы пройти диагностику, пациенты с гепатитом вынуждены ездить в Нурсултан и Алматы. Он нужен прежде всего пациентам, которые уже болеют. И тем, которые получают противовирусную терапию. Для того, чтобы отслеживать динамику лечения. Выздоравливает ли пациент, лучше ли ему становится на противовирусных препаратах. Или хуже, или нужно сменить противовирусные препараты. Фиброскан стоимостью 38 миллионов тенге в гепатологическом центре установили 7 лет назад. Обследование с помощью этого аппарата проходят не только жители региона, но и соседних областей. Чтобы снова запустить простаивающее сейчас оборудование, требуется около 3 миллионов тенге. С июля 2020 года данный аппарат не функционирует, так как требуется новое программное обеспечение и калибровка аппарата. По Казахстану данный аппарат обслуживается одной только фирмой. Поэтому мы сейчас этот вопрос решаем и планируем в начале следующего года выделить финансирование и отремонтировать этот препарат. Медики говорят, что пока аппарат простаивает, эффективность лечения не будут определять по клинической картине и результатам лабораторных анализов. Наталья Салькова, Булат Молдогалиев, Актубе, Хабар 24. Короткая реклама далее, после которой обзор спортивных новостей. Какая боль сборная Казахстана по футзуалу разгромила Венгрию в отборочном матче на Евро. Около футбола игроки ПСЖ и Истамбула доиграли матч после российского скандала с участием реферии. Все подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова В Павлодарской области усилили мониторинг общественного транспорта. Полицейские и коммунальщики проверяют соблюдение мер профилактики в автобусах и маршрутках. Представители мониторинговых групп говорят, что нарушения карантинного режима встречаются редко. Но при этом имеются факты, когда наказывали водителей автобусов. Подробности в следующем материале. Здравствуйте. Мониторинговая группа. Сейчас будем проверять. В этом автобусе нарушений не обнаружили. Но разъяснить пассажирам о соблюдении карантинных мер представители мониторинговой группы обязаны. Обязательная дезобработка салона автобуса, социальное дистанцирование пассажиров и масочный режим. Уважаемые пассажиры, все в масках? Все в масках. Специалисты говорят, в час пик наблюдается переполненность пассажирских салонов. Хотя днем количество автобусов на линии достигает порядка 70. Есть и резервный транспорт. Вместе с этим дополнительно на маршруты выходят еще от 10 до 15 автобусов. Вовремя приезжает. Сильно людей неполно. Профит все в норме. А то, что люди маски носят, они же тоже соблюдают все нормально? Да, да. Я же ношу уже маски. Соблюдение с санитаром нового автобуса? Устраивает. Вы сами как? Соблюдаю, конечно. Сейчас в регионе карантинный режим мониторят 178 групп. Уже выявлено 18 нарушений. Большей части – это переполненность салонов. В части переполнения автобусов у нас направляется, получается, предупреждение в автобусные парки, чтобы в часы пик, утренние и вечерние, выпускались большое количество автобусов на линию и сокращение интервала движения до 5-8 минут. За нарушение карантина на общественном транспорте возбудили 11 административных дел. 7 из них находятся в производстве. В общей сложности были привлечены 4 водителя. В основном это было переполнение салона на самое учащенное правонарушение. За этот рейд мониторинговая группа выявила 16 фактов отсутствия масок у водителей, пассажиров и кондукторов. На первый раз ограничились разъяснениями. Матч между французским ПСЖ и турецким Истамбулом, прерванный ранее из-за скандала на почве расизма, состоялся. Перед началом игры футболисты и бригада арбитров встали на дно колена в знак поддержки. Скандальный матч Лиги чемпионов обслуживал обновленный судейский корпус. Встреча, к слову, завершилась победой «Парижан 5-1». Каком-то матч двух команд был прерван на 14-й минуте из-за расистского высказывания одного из судей. Резервный арбитр предположительно назвал ассистента коуча турецкой команды Пьера Вебо черным парнем. Игроки из Стамбула в знак протеста покинули поле. То же самое сделали хозяева. УЕФА пообещал провести тщательное расследование инцидента. В столице открылась выставка произведений детского творчества. Выставка посвящена Дню независимости Республики Казахстан. Театр АИ открыл новый десятый сезон. Столичный коллектив представил публике спектакль «Козы-Курпеш» Баян-Сулу в постановке заслуженного деятеля Казахстана Сайлау Камиева. Известный композитор Арман Дуйсенов написал музыку к этой постановке. Многие монологи представлены в виде песен. Спектакль мы не можем назвать мюзиклом. Это скорее музыкальная драма. Впервые история «Козы-Курпеш» и Баян-Сулу представлена в этом жанре. Думаю, зрителям сегодня понравится. Спектакль основан на одноименной пьесе великого драматурга Габита Мусрепова. Постановка переносит зрителей в XIII-XIV века и раскрывает трогательную историю любви. Именно этой классической постановкой артисты решили открыть юбилейный сезон, говорит руководитель театра Айгули Манбаева. Жалпай и театр на Байлонжу. В этом году нашему театру исполняется 10 лет. Время, конечно, пролетело очень быстро. Сегодня я играю маму Козы Махпал. На сцене в основном будут играть мои ученики. Можно сказать, что весь состав актеров – это мои подопечные. Это студенты и выпускники моей мастерской в Казахском национальном университете искусств. На начало сезона театр запланировал показ нескольких постановок. Артисты приглашают жителей и гостей столицы посмотреть драму «Актриса», комедию «Минэн Аэлем Утрёкш» и премьеру постановки «Турандот». В Алматы в театре «Ля Буэма» состоялся квартирник оркестра «Видикс». Коллектив образовался на базе президентского военного оркестра, объединяющей силой выступил о люксовому направлению 30-х-50-х годов прошлого века. В этом жанре мы играем и различные популярные мелодии. Не обязательно это классика джазовая. Ну, в основном, конечно, база – это нюрландский джаз. Оркестр, будем так говорить, наш бэнд, выражаясь джазовым языком, очень мобильный. Мы играем без аппаратуры, живьем, где угодно, в каком месте. Мы можем играть и на улице, и в помещении, устраивать шествия. И вообще жанр такой довольно-таки очень веселый. Очень нравится нашим алматинцам. Имея богатый музыкальный опыт, джаз-бэнд неустанно вносит в свое творчество новые и новые мотивы. В период карантина концертную деятельность пришлось приостановить, но в скором времени музыканты готовят триумфальное возвращение. В столице открылась выставка произведений детского творчества по результатам 15-го международного конкурса по изобразительному искусству Туган-Жерым. Выставка посвящена Дню независимости Республики Казахстан. Работы, которые представляют дети разных возрастов, от 8 до 18 лет, они практически показывают, насколько меняется сознание, представление об окружающем мире людей, которые ощущают себя гражданами свободной, независимой страны. Год от года география этого конкурса расширяется. В этом году мы действительно с еще большим основанием позиционируем этот конкурс как 15-й международный, поскольку в нем приняли участие представители самых разных стран. В конкурсе приняли участие работы не только из Казахстана, но и Азербайджана, Белоруссии, России, Молдовы, Татарстана, Узбекистана, Украины. Жюри рассмотрело более 400 работ детей от 10 до 18 лет, выполненных в различных художественных техниках. В результате было отобрано 30 работ, ставших победителями. Жюри оценивало, прежде всего, по художественным критериям. То есть это должен быть интересный замысел, обязательно работа должна соответствовать тематике конкурса, названия. И Туан-Джерем там еще были под темы конкурса. Под темы конкурса это были реки, озера, родного края, это любимая страна, край, где я родился, моя земля, моя семья, то есть там очень много было под тем. Отметим, выставка продолжится до 25 января следующего года. Оценить произведения искусства юных художников разных стран зрители смогут и на официальном сайте библиотеки «Ельбасы». Это утренняя информационная программа на Хабар 24. Неизвестные хакеры похитили данные о вакцине от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech. Киберпреступники атаковали серверы Европейского агентства лекарственных средств, которое выясняет, насколько безопасны и эффективны эти прививки и можно ли одобрить их применение на всей территории ЕС. Сообщается, хакеры получили доступ к технической документации на препарат. Пока не ясно, какую именно информацию могли получить взломщики и откуда они действовали. Отмечу, попытки взлома фарм-компаний и научных лабораторий заметно участились в период пандемии. В Украине карантин продлили до 28 февраля. Решение было принято на заседании правительства. При этом жесткие ограничения в стране будут действовать почти весь январь. В этот период власти приостановят деятельность фитнес-центров, кинотеатров и торговых центров. А кафе и рестораны будут работать только на вынос. Также под запретом проведения любых массовых мероприятий. Число инфицированных вирусом в Украине превысило 845 тысяч человек. Более 14 тысяч скончались. Начать борьбу с пандемией с чистого листа решили в Чехии в буквальном смысле. Местные ученые изобрели уничтожающую коронавирус бумагу. Проведенные тесты показали эффективность бумаги. Вирусы, подобные COVID-19, на 70% исчезают в течение 10 минут, а в течение 30 минут полностью деактивируются. Проект уже был представлен ряду чешских министерств и предприятий. Не исключено, что разработка уже в ближайшее время будет применяться в медицине и даже финансовой отрасли страны. Каким образом, расскажет Александр Гресс. Проект, который может стать действенным щитом в борьбе с пандемией, стартовал задолго до начала эпидемии. Пять лет назад группа чешских ученых провела независимый анализ и установила, что ряд опасных бактерий могут передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через бумагу. Тогда же появилась идея создания безопасного папируса. За работу взялись специалисты сразу нескольких исследовательских лабораторий. Ученые из Института химических процессов вместе с экспертами крупной бумажной компании выяснили, что сохранить стерильность бумаги сможет порошковый наполнитель на основе цинка и серебра. Изначально проект был направлен на жителей стран третьего мира. В наш институт пришел заказ на изобретение подобной бумаги, которая должна была помочь проблемным регионам. В частности, предотвратить распространение различных болезней через бумажные деньги. Когда же появился COVID-19, были проведены новые исследования, которые показали, бактерии коронавируса также уничтожаются при обработке бумаги этим раствором. Можно сказать, наше изобретение опередило пандемию. Одним из главных спонсоров проекта выступила крупнейшая чешская типография, которая вложила в разработку около миллиона евро. Несколько сот тысяч долларов внесли государственные технологические агентства. Исследования показали, новый раствор может полностью уничтожить коронавирус в течение получаса. Теперь ученые хотят сократить это время. Специалисты уверены, для гибели бактерий достаточно и пяти минут. Более того, уже установлено, что обработанная раствором бумага способна погубить другие опасные вирусы и бактерии, например, золотистый стафилококк. Примечательно, что ученые пока сами так и не поняли, что именно вызывает гибель микроорганизмов, поскольку не все комбинации одних и тех же элементов работают. Счастливая это случайность или же что-то другое, не важно. Факт в том, что способ борьбы с вирусами найден. Все анализы это подтвердили. Сейчас остается лишь ускорить процесс и найти силы для развития проекта как в Чехии, так и за рубежом. С помощью этого ноу-хау чешские ученые надеются снизить вирусную и бактериальную нагрузку при работе с различными предметами. Обоями из стерильной бумаги планируют оклеить стены поликлиник и больниц. А также из чистого папируса будут делать посуду и подносы для медицинских учреждений. Уже готовится запуск производства первой партии антиковидной бумаги объемом 10 тонн. Также специалисты намерены убедить чешское казначейство печатать банкноты на безопасной разработке. Это поможет снизить распространение коронавируса и других бактерий минимум на 60%, уверены ученые. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невитт, Хабар 24, Чехия. Пандемия коронавируса негативно повлияла не только на страны, но и на права человека. Будь они экономическими, социальными, культурными, гражданскими или политическими. Об этом заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачилет. В организации считают, если бы социальную и экономическую помощь обеспечили для большей части населения, как в бедных, так и в богатых странах, то мир не находился бы в таком сложном положении, как сейчас. Коронавирус нацелился на трещины и слабые места в наших обществах, показав нашу неспособность построить честное и равноправное общество. Он выявил слабость систем, которые потерпели неудачу в том, чтобы поставить права человека на первое место. Не оставили эксперты без внимания и вопрос о вакцине от ковид. В Альянсе НКО, который борется за равный и бесплатный доступ граждан всех стран к препаратам, заявляют, что богатые страны закупили вакцин в три раза больше необходимого количества для населения. А в 70 государствах с низким уровнем дохода прививку получат только каждый десятый. Пес с символичной кличкой Лаки, который пострадал от рук живодера, действительно оказался счастливчиком. Он обрел новый дом в Америке, рассказали волонтеры. Животное уже доставили самолетом в Штаты. Видео, где собаку-мужчина душит дверцы от холодильника, распространилось в социальных сетях этим летом. Истязал пса житель поселка Атраусской области Маргулан Жуматаев. Тогда за Лаки, который пережил столько ужаса, переживала вся страна. Но теперь у него появилась любящая хозяйка. И к этому часу это вся информация, о которой мы успели рассказать. Благодарю вас за внимание. Всего доброго и до свидания.